Так, друзья, всем привет! Привет, мальчики и девочки, юноши и девушки, бойцы и бойцыцы! С вами Инский, и сегодня у нас будет разговор небольшой о принцессе Кагуе. Или Кагуе, не знаю, как правильно ударение ставить. Так, прежде чем начнем с вот этого, посмотрим, что нам написали разработчики. Так, принцесса Кагуя. Вот как она выглядит. Sorry, не туда. Так, приключения принцессы Кагуи. Тут много букв на английском языке. Переводим. Принцесса Кагуя, принцесса Солны. Упала не с дуба, а с Луны свалилась. В старейшем японском Моногатари прибывать на землю Эвани. Чтобы приветствовать ее, планируем выпустить события с 5 июля. Ну, окей, хорошо. Потребляя лунные бамбуки, чтобы открыть бамбуковую трубку, вам нужно получить эпическую генеральскую принцессу Кагую. Итак, вы можете получить до 3 лунных бамбуков из мест ресурсов, то есть из плиток, и до 7 лунных бамбуков из монстров в день. То есть 10 штук. Вы также можете получить лунные бамбуки из специального пакета. Если вы не получите принцессу Кагую после открытия 279 раз, первый раз, этот общий... Ну, короче, можно прокрутить. Если вы прокрутите типа рулетки 280 раз, вы гарантированно получаете Кагую. Ну, то есть, прикинули уже, да? 15 дней у нас будет длиться ивент. Ивент. Сейчас возвращаемся к нему. Тут вот можно посмотреть сказания принцессы Кагуи. Намекает 15 дней. 15 дней минус 280, то есть 130 раз. Если мы не откроем за 150 роллов, то 130 роллов надо купить. А чтобы купить, сейчас зайдем, посмотрим, добывается из пакетов, ну, как бы, 3 лунных бамбука за, так сказать, 170 гривен. Это по-нашему примерно сейчас порядка 5 долларов. То есть, 50 долларов это 30 и еще 40. Ну, короче, за 200 баксов плюс-минус, там, с копейками, наверное, вы можете заработать принцессу Кагую. Разобрались. Теперь пошли смотреть атрибуты. Ну, мне, если честно, лень дополнять мою чудо-табличку с генералами. Почему? Сейчас тоже в процессе объясню. Но, скажем так, то, что я смотрел, и то, что я сейчас открывать не буду, она, в принципе, очень и очень похожа на Роланда. Ой, господи, не на Роланда, блин, извините. На Симеона. Открыл все-таки, открыл. Ну, блин, ладно. Очень сильно похожа по параметрам на Симеона. Единственное, чего я не знаю и не уверен, ставится ли на нее книга четвертого уровня на атаку. Ну, если не ставится, то это будет совсем грустненько, и тогда она будет похуже. Вот. Похуже там очень и очень многих. Вот. Так, с этим вроде тоже как бы разобрались, да, где брать, как крутить и что делать. Тут также, если мы нажмем кнопочку И, тут есть вероятность выпадения, тут всякие ништяки выпадают. Там, и крово-реса, и там, всякие ресурсы, и тактика, и опыт, и, 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 и. Вот. но еще раз как генерал она очень похожа на симеона очень похожа единственное там у нее чуть-чуть получше по очкам жизни и по хп если полностью прокачаны по всем четырем параметрам на все 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 вот чуть-чуть она там буквально краплюшечку посильнее электры и теперь вопрос вопрос из зрительного зала да наверное вы многие хотят узнать а стоит ли вот сломя голову бежать и упарываться и покупать электро ой кагую думаю за электро ребят не стоит мое мнение если вы хотите мое мнение оно для вас что-то значит то моя рекомендация не стоит нет смысла не упарывайтесь люди тренин тренируются откатывают своих генералов двойных почему потому что разница которую вы получите на вот этих вот вещах она не настолько значимая чтобы вот просто там бросить на половину прокачанного генерала и бежать качать нового мой вам совет ну если конечно у вас там не расходы на эту игру там 500 или 1000 баксов в месяц что такие тоже есть вот то сконцентрируйтесь пожалуйста лучше на прокачке вашего шмота генерала будет лучше в конце концов шмот можно передать другому напоминаю что даже вот такой вот шмот можно атрибуты улучшения прокачать до 25 процентов по разным направлениям и защита и это будет как бы более юзабительно чем то что вы там упоритесь все равно донатеров мега донатеров вы не переплюнете вы не догоните кроме этого сильнее ваша электро господи снова я извините я просто думаю про электру вот сильнее ваш генерал будет в том слу при абсолютно равных условий которых у нас достичь просто невозможно почему потому что всегда будет разница в войсках которые будут находиться у вашего противника вот и скажем так если вы его с легкостью пробьете там даже с миномота каким-нибудь прокачанным вот то тем более вы его пробьете с той же как бы если вы его допустим не пробьете с миномота то не факт что вы его пробьете с как бы баланса в нашей игре не причем наш баланс полностью уехал дальние далее после того как у нас появились сороковки да и вот сейчас у нас снова же такие напоминаю что баланс в очередной раз уехал еще дальше после того как разработчики те кто пропустил новости нас разработчики шмот сокровища цивилизации не шмот извините сокровища цивилизации они увеличили до пятого уровня сожалению у нас нет возможности понять посмотреть все параметры но по поверьте разница даже между вторым и третьим уровнем она очень большая а между там третьими пятым она просто огромная поэтому баланс просто просто тупо улетел в очередной раз непонятно куда поэтому не парьтесь если у вас есть уже хороший генерал не на мото электро тот же там какие-нибудь получше да вот ну из из топовых там симеон альфред тоже тамирис например миномота вообще не парьтесь качайте и забейте на это все разница между ними очень и очень небольшая поэтому там рвать волосы на себе кричать шеф все пропало у нам вели нового генерала не стоит потому что в конце концов пройдет еще полгода и нам ведут еще какого-нибудь хорошего нового очередного генерала который только в этот раз у свалится не с луны а с дуба так что играйте получаете удовольствие от игры не пробуйте переплюнуть всем до новых волнующих чарующих встреч всем хорошего настроения пока пока